Ассасины – это исторический миф, в основе которого присутствует некоторая доля правды, хотя, скорее всего, довольно небольшая. Если вкратце перечислять, то ассасинам человечество обязано разработкой фундаментальных принципов организации и функционирования разведки, изобретением военной пропаганды, применением террора в качестве инструмента большой политики и психологической войны, созданием первого профессионального спецназа, пригодного к применению на любом удалении от центра управления. Собственно говоря, про ассасинов я услышал потрясающие вещи в Хадрамауте. Это такая еминская глухомань, откуда происходит семейство бен Ладенов. Когда был самый маленький, с кудрявой головой, он вполне вероятно носился по этому двору вместе со своими братьями-внучатами дедушки бен Ладена. Дедушка давно умер, оставив по себе очень добрую память у друзей, знакомых, односельчан. А братья выросли и стали совершенно различными людьми. Здесь, в Ади-Дуан, то есть в долине Дуан, климат очень жарок. Круглый год что-то около 40 градусов, вот сейчас, возможно, все 45. Ну и потому не вызывает удивления, отчего Усама вырос такой злой. Беседовал я в Йемене с чумазыми филлахами. Внезапно обнаружилось, что такой пропеченный солнцем пахарь, не человек, а картошка в мундире, прекрасно помнит и связно пересказывает мне историю имама Сабаха. Что, дескать, у него вся крестоносная сволочь по струнке ходила, вздохнуть без разрешения боялась и на толчок отпрашивалась. От Аламута гнезда ассасинов до гнезда бен Ладенов 2,5 тысячи километров по прямой. Откуда в Йемене такой живой интерес и знание предмета, не по книгам, а по преданиям? Интересно стало. Я копнул и открылись мне безны. Жил себе в 11 веке такой перекати поля Хасан Ибн Сабах, который шатался по мусульманскому миру от Африки до Сирии. Ума и военного опыта набирался. К 35 годам он стал заметным таким вероучителем и взял как-то без боя крепостишку Аламут. Ничего за ней примечательного, кроме живописных окрестностей, не числилось. Сабах был одержим идеями социальной инженерии. Он затеял обустроить на основе ислама страну коммунную, страну-утопию. Ученые, воины, певцы, литераторы всех звали в Аламут и предоставляли полную свободу. Если добром не шли, просто похищали. И попутно рассылали по миру агитаторов за создание всемирной державы имама Сабаха. Члены такого агитотряда однажды запытали до смерти в городе Сава по приказу туземного визиря. Толпа встала на главной площади Аламута перед Сабахом, и каждый давал обед вместе. Был там некий Бутахир Аррани, который собрался подпоясался и отправился рейзать чиновника соседнего дружественного государства. В общем, совершать теракт, как он есть. Притаился Бу под кустиком во дворцовом саду, а когда визирь появился, истыкал его отравленным ножиком. Случилось это 10 октября 1092 года. Большой террор начался. Идея рассылать живые дедмейлы Сабаху понравилась. Методики подготовки неуловимых убийц он заимствовал в Китае. Сочетал шаолиньскую муштру с постоянными экзаменами и испытаниями. К его замку приходила голопятая абитура. Когда ее допускали, уже во дворе новобранцев били, кормили помоями, поносили словесно. Подняться и уйти можно было в любой момент. Но дотерпевший попадал в первокурсники, из числа которых доживали до выпуска, впрочем, очень немногие. Марко Поло сообщал, что рекрутов опаивали наркотиками и доставляли во внутренней чертоге замка. Там их от пуза кормили, поили, привечали девы пониженной социальной ответственности. Спустя несколько дней наркоморок пресекался, и курсанты диверсионной школы обнаруживали себя вне райских кущ. После этого за шанс вернуться в рай убийцы готовы были отдать жизнь в любой момент и по первой команде имама. Отсюда и ассасины, поскольку опаивали гашишем. В школе курсантов натаскивали в языках, обычаях, религиозных ритуалах мест возможного применения. Некоторым разрешали перекрещиваться из Магометан в католики, если им надлежало совершать отложенные казни в Европе среди христиан. А на бронзовой табличке над вратами Ламута количество убийц и казненных ими росло и составило многие сотни. Считалось, что приговоренному старцам горы нигде не отыскать спасения. Николай Гумилёв считал, что это было отрицательной селекцией. Сабах выкашивал окрестности своей державы, чтобы вокруг стало серо, а науки с искусствами цвели в одном только Аламуте. Будь у него две или три жизни, всё получилось бы, но он помер, не дожив до 70. Сабах был затейником, но также идеалистом. Его же преемники хотели сытно есть, сладко пить, а всякие идеи сверхдержавности их даже не посещали. По инерции, царство ассасинов просуществовало ещё 130 лет после смерти старца горы и было завоёвано монголами. Обнаружилось, что самый эффективный и на столетие опередивший свою эпоху механизм оказался бесполезен, когда исчез смысл его функционирования. Последние ассасинские крепости пали к концу 13 века. Последние спецы-дрессировщики-убийц вымерли. Но миф продолжал жить. Мусульмане знали, что любая смерть снегодного владыки – это казнь, совершённая тайными посланцами старца горы. И предание это до сих пор живо по всему исламскому миру. В Европе про ассасинов вспомнили в 19 веке. В Париже был создан клуб Гашишинов. Там, понятно, не убивать учились, но совершали под обкуркой экскурсии в мир виртуальных гурей. Все его мушкетёры написаны Дюма в период, когда он клабился именно у Гашишинов. Там же искали вдохновение Стендаль и Юго. И последующие лет 60 Париж, Гашиш, изящные искусства были синонимами. Но и позже ассасины выныривали в самых неожиданных местах. Я даже не про Аль-Каиду, хотя она есть старательный косплей гашишинской секты. Не сгинули ассасины без следа. Вот, например, прошу любить и жаловать. Наш современник, лидер Исмаилитов, прямой потомок старца горы, принц Карим Агахан IV. Один перечень титулов позволяет увидеть в этом человеке совершенно карнавального субъекта, у которого многочисленные костюмы из шкафа валятся, а все маски на физиономии не умещаются. Итак, он 49-й имам времени Исмаилитов, создатель глобального центра плюрализма, университета Центральной Азии, кавалер десятков высших орденов, полусотни стран планеты и, наконец, кавалер Большого Креста Почетного Легиона. Принадлежит он к семье, которая неявно правит Пакистаном, до того правило для англичан Индии, а еще прежде дала Исмаилитам 40 сгакам поколений имамов. Известно, что старые деньги, европейские, даже не прячутся. Они вросли в туземный пейзаж и потому их не замечают. В Неаполе 30 семей ведет родовод от римских времен и принадлежит этим людям в городе чуть меньше, нежели все. В Милане, который побогаче будет, больших семей еще больше. А есть Англия. Вон, толпы уважаемых людей уверяют, что британские банки основаны венецианцами, которые эвакуировались со своими деньгами на остров. Почему у мусульман должно быть иначе? Старец горы был очень богат и очень умен. Мог он, сделав поправку на неизбежность появления дурака в бесчетных поколениях наследников, создать тайный траст. И потому не убывали его капиталы, а прирастали на протяжении 800 лет. И вот вам итог эволюции, который положил начало основоположник индивидуального террора. Лощеный господин, космополит, свой в Лондоне с Исламабадом, фактически владелец рекреационных заведений Сардинии, которые он и сделал модным курортом. Имам времени и пространства всеобитаемой вселенной, короче. Ассасин в его наивысшем развитии. Ну, а если понравилось, подписывайтесь и лайкайте, не смущайтесь.